Добрый день! В эфире программа «Молния» в студии Вера Ионкина. В рамках первого дня реализации третьего этапа программы по выделению дальневосточных гектаров зарегистрировано 182 тысячи заходов на Федеральную информационную систему. Получением безвозмездное пользование земельных участков в субъектах Дальнего Востока преимущество на заинтересованные жители Москвы и Московской области. Накануне 1 февраля с этих территорий было зарегистрировано почти 25 тысяч сигналов. За день в общей сложности жители России подали 2500 заявок. Такие цифры озвучил глава Минвостокразвития Российской Федерации Александр Галушка. Европейские сотовые операторы в преддверии смены роуминга и отмены внутри ЕС уведомили компанию «Мегафон» о повышении тарифов на 482%. Как пояснили агентство, в компании из-за отмены внутрисоюзного роуминга в Евросоюзе начали повышать межоператорские тарифы для операторов из стран, не входящих в ЕС. В «Мегафоне» заявили, что в итоге это может привести к росту цен для абонентов. В компании отметили, что около 80% голосового трафика российских абонентов в роуминге приходится именно на европейские страны. Москвичи обратились к начальнику московского метрополитена с требованием установить специальное ограждение на станциях подземки. Жители столицы убеждены, что такая мера должна помочь избежать падения людей на пути. С данной инициативой москвичи выступили после трагического случая на станции «Молодежная», где женщина прыгнула под поезд метро с ребенком. Сейчас метрополитен рассматривает варианты установки гермодверей. Подобные конструкции уже давно применяют в подземках Новосибирска и Санкт-Петербурга. За прошедший год от падения на пути в столичной подземке погибли 100 человек. 4 февраля в Москве пройдет 30-й юбилейный съезд партии. Это плановое мероприятие, необходимость проведения которого вызвана истечением срока полномочий председателя ЛДПР. Также на съезде состоятся перевыборы членов Высшего совета ЛДПР и ротация членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Будут обсуждаться и другие кадровые вопросы. Об этой теме мы сейчас и поговорим. В студии сегодня Каргенов Сергей Генрихович. Здравствуйте. Добрый день. Благодарю, что нашли время в своем плотном графике. И, конечно, просьба рассказать о предстоящем событии. На этом съезде будет избираться не только председатель, а все руководящие органы нашей партии. Ибо истекли сроки. То есть никакого преждевременного выбора, естественно, нет. Каждый руководитель, каждый орган избираться на определенный срок. И после этого необходимо переизбрание, переутверждение. То же самое ЛДПР. И, кроме этого, мы должны все-таки еще раз, наверное, подвести те итоги избирательной кампании 2016 года, которая прошла, где с нашей точки зрения ЛДПР заняла достойное место. И мы показали, в принципе, лучший результат по всей стране. Потому что из-за переноса даты голосования, из-за переноса еще определенных субъективных факторов, упала явка избирателей. То есть люди не пришли на участки для голосования. И понятно, что все политические партии потеряли. В абсолютных цифрах, я говорю. То есть в абсолютных цифрах. Но ЛДПР потеряла меньше всех. То есть мы потеряли там порядка 700 тысяч. Единая Россия 2,5 миллиона. СССР и коммунисты по 5 миллионов избирателей. То есть мы действительно меньше всех потеряли. Да, люди не проголосовали. То есть если бы явка была выше, то мы 100% выходили бы на второе место. Здесь даже ни у кого не возникает сомнений. Ни в Кремле, ни у других политических сил. И за нас проголосовало бы больше избирателей, чем за все предыдущие годы. Более того, я хотел бы сказать, что порядка 6 регионов уже вышли на результат 93-го года. То есть когда были честные прозрачные выборы, когда не было фальсификации. И когда ЛДПР взяла 30 с лишним процентов. То есть это нормальный европейский процент для политической партии. 30-35, ну максимум может быть 40, когда партия на пеке. Все остальное это фальсификация. Все остальное это дописки. Все остальное это манипуляции технологические. Поэтому в этом плане мы подведем еще раз итоги голосования. Перезберем наши руководящие органы. Сомнений не возникает ни у кого, что лидером у нас останется председатель партии Владимир Владимирович Жириновский. Многие нападки журналистов других политических сил, что вот вроде бы несменяемый лидер, что у него возраст и так далее и тому подобное, они не поддаются никакой критике. То есть это бессмысленные инсинуации с попыткой ослабить ЛДПР. Так и хочется сказать, а караван-то все равно идет и будет идти. И караван идет. И более того, он идет в 99 раз быстрее. То есть опыт, который получила партия, опыт, который получил Владимир Вольфович за весь этот политический, самый долгий в новейшей истории России период, он сейчас используется настолько эффективно, что в ближайшее время у нас есть полная уверенность, что мы выходим и занимаем второе место и становимся второй политической силой страны. И это произойдет уже этой осенью. Мы настроены на это. Вся работа ведется для того, чтобы результат был максимальный и на муниципальных выборах. И на федеральных, и на региональных. И понятно, что президентские выборы в 2018 году – это апогей политической деятельности. То есть наш лидер будет кандидатом в президенты. Он был уже шесть раз и занимал, в принципе, всегда достойные позиции, достойные места. И сегодня мы не видим конкурентов, кроме правящей партии. За ней какой ресурс? Какой ресурс? Мощнейший ресурс и информационный, и политический, и финансовый. Коммунисты сдулись. СССР не знает, кого выставлять. Больше других политических сил нет. Поэтому я уверен, что вот этот съезд – это некий этап, когда мы подведем итог и подготовимся к новой действии с учетом новых технологий, с учетом молодежной политики, которая проводилась в партии за последнее время, с учетом массы новых кандидатов. Поэтому съезд будет интересный. Я уверен, что журналисты будут заинтересованы уже масса. Приглашены, да, журналисты всех телеканалов? Приглашены уже, по моей информации, около 30 каналов, там, аккредитацию прошли, 30 журналистов. Различно толком. Мы пускаем всех. Участвовать будет порядка 700 человек в съезде, в работе съезда. То есть это сравнимо с Единой Россией. У них 700 или 800 приняли участие в работе съезда. Но мы не будем раздувать органов, как это делает правящая партия. То есть у них генсовет, там, по-моему, или еще какая-то структура. 170 человек. То есть этого не было даже при КПСС. 170 человек. Как можно управлять таким органом, структуру? Их же собрать еще надо. Так услышать друг друга невозможно. Волк должен быть, да. Они должны понять друг друга. Поэтому в ЛДПР всегда все мобильно. 7, 10, максимум 15, может быть, человек, руководящие органы, которые очень быстро собираются, очень быстро принимают решения. И, по крайней мере, здесь будет услышана точка зрения каждого. Обязательно представительство регионов будет, депутатов будет. То есть вот в таком формате и будет проходить формирование вот этих новых наших структур. А какая программа съезда, может быть, для наших коллег из регионов, которые собираются? Во сколько все начнется? В 8.30 уже двери аппарата центрального по адресу 1 Басман и переулок, дом 3, будут открыты. В 8.30 начнется регистрация. Мы будем встречать наших гостей с региона, кто приехал издалека. Кто-то люди приехали без ночевок. То есть они для того, чтобы была крыша над головой, они зайдут в центральный аппарат, зарегистрироваться. Чай, кофе, фильмы. То есть все, чтобы человек не скучал. Хотя бы дух перевел, да, с дороги. Да, не просто дух перевел, а напитался этой атмосферой праздника. Напитался атмосферой радости. Встречи с друзьями, знакомыми. Ведь многие приезжают на съезд. Мы не видимся годами. И делегатам не всегда удается побывать каждому. Потому что съезды проходят раз-два раза в год. И организации зачастую посылают разных людей. И когда люди встречаются, это радость. Сейчас современные гаджеты нас просто разлучают. Время настолько динамично, что вот эти мероприятия общие, они все-таки сближают людей. Позволяют им, значит, вспомнить какие-то радостные моменты из прошлого, из ихней жизни. Потом будет небольшой концерт, небольшая программа. То есть еще улучшат настроение. И, наконец-то, пик поднятия настроения – это выступление председателя. Планируется в районе 12 часов. Может быть, будут там какие-то подвижки 10-15 минут, технические вопросы, если затянутся. Потому что голосование должно проходить тайным в выборы руководящих органов. И после этого технические вопросы голосования. Еще раз, концерт-продолжение с прекрасными коллективами. Обязательно будет хор ЛДПР. Обязательно будут народные русские песни. Будет хороший, небольшой, но хороший, динамичный праздник. То есть получится и поработать, и отдохнуть, и дела порешать, и пообщаться с коллегами. Обязательно. И после этого мы завершаем мероприятие. Люди получают подарки и потихонечку разъезжаются по домам. Кто-то хочет остаться, кто-то издалека, особенно с Дальнего Востока, кто прилетает. Они проводят в Москве несколько дней. Мы им предоставляем общежития, помещения, где они жили. Им хочется погулять по Москве, встретиться с председателем еще отдельно. Вопросы какие-то проговорить. То есть никаких закрытых дверей. То есть все люди чувствуют себя комфортно, защищенно на нашей территории. Это вот некое такое родовое гнездо. Басманный переулок. Родовое гнездо партии, института мировых цивилизаций, лучшего будущего вуза нашей страны и мирового вуза. А вот скажите, раз о студентах мы заговорили, они активно включаются в такие мероприятия? Может быть, как-то помогают вам их организовать, где-то проконтролировать что-то? Или просто порой рук не хватает физически? Здесь задача и партии не навязывать свою точку зрения. Но дать возможность. Обязательно. Возможность открыта у всех. Поэтому мы присматриваемся, кто из студентов чаще появляется на круглых столах, на мероприятиях. Кто идет в Думу, кто приходит и готов помочь. Более того, в межучебный период, то есть летний период, они выезжают в какие-то агитационные мероприятия, на выборы, в агитпоездах участвуют. И люди даже зарабатывают себе на учебу. Я знаю три примера, когда ребята уже, приехав сюда в Москву, первый год мы им предоставили бесплатное обучение, второй год у нас платный пока. Теоретически им надо просить у родителей. Но за летний период они заработали на свою учебу саду. Здесь в ЛДПР у нас. То есть открыты двери каждому. Все зависит от инициативы. И Владимир Владимирович особенно обращает внимание, когда активные люди появляются часто на горизонте. И они тут же отмечаются, тут же приводятся в аппарат, тут же дается возможность им устроиться на работу в перспективе. Ведь выпускники МЦ занимают второе место по заработной плате в стране. Это официальные данные. Это официальные данные, это дает Минобру. Это солидно. Поэтому здесь наш ВУЗ, он может быть и небольшой, там всего лишь 5 с небольшим тысяч студентов, 5 с половиной, по-моему, тысяч студентов. Но ВУЗ достаточно эффективный. И эта эффективность нарастает, нарастает. Очень сильно сейчас увеличены международные контакты и с Востоком, и с Западом, и с Европой. Поэтому здесь в этом плане развитие идет очень серьезно. Мы продолжим нашу беседу, но после рекламы. Мы в прямом эфире, напоминаю. Продолжаем беседу в прямом эфире. Вопрос у меня такой. Я знаю, что за вами закреплен регион, Вологда в частности. И очень в прошлом году мы делали много эфиров. И как по проблемам, так и по позитивным моментам. Как сейчас в регионе обстоят дела? Что там нового? И может быть что-то вам не нравится, что-то не устраивает? Вологодский регион не только закреплен. Это мой родной регион, где я прожил практически 40 лет. И сейчас с большим удовольствием я туда возвращаюсь, приезжаю. Но понятно, что проблемы, начиная с 2008 года, когда грянул всемирный экономический кризис, а экономика Вологодской области опиралась на одну из компаний. Это Северсталь. Это производство металла, расположенное в Череповце. Спад развития региона, конечно, пошел очень существенно в этом плане. И бюджетные недоборы, и инфляция, и падение производства. Все это, как во всей России, свалилось, в том числе и на Вологодскую область. Но, к сожалению, за последнее время резких каких-то изменений, позитивных, там не наблюдается. И в том числе не только в экономике, но и в управленческой среде. И вот это доминирование одной монополии приводит к тому, что все управленческие кадры идут оттуда. То есть Северсталь приходится жертвовать своих людей для того, чтобы ставить на территории и искать какие-то более-менее эффективные источники управления. Но ведь очень важно среднее звено. Среднее звено. Ведь мало поставить человека умного сверху, если дальше его распоряжения, инициативы исполняются через определенную призму понимания. Как вы это назвали призмой, интересно. То это приводит к некоторым бедам. Более того, с учетом изменений мировых, которые происходят в наше время, а в том числе постепенного ухода вот этой воинствующей либеральной клики, которая развязала войны по всей стране, это отражается и на внутренней ситуации наших регионов. Поэтому проблемы очень большие сейчас. Простейшие бытовые вещи. Уборка снега. Но не могут справиться власть. Не могут справиться... Почему не хватает людей, денег, грубо говоря? Думаю, что здесь не хватает, еще раз говорю, организационных моментов именно в среднем звене. То есть хороших управленцев, которые могут применить техники и спрос. Спросить. То есть вот такая вольница русская обычно, что не спрашивают и не надо. И не буду делать. Это же пример по Москве. Простой. Вот недавно я смотрел репортаж. Двигаются автомобили снегоуборочные и ничего не делают. Их останавливают, спрашивают, зачем? ГЛОНАСС поставили. То есть я должен отъездить определенное количество километров, а убирать ничего не делают. То есть они сжигают бензин, они используют рабочее время и ничего не делают. То есть в этом плане не всегда даже средства коммуникации, они позволяют контролировать сотрудника, работника, технологии и так далее. Здесь очень важны вот именно нравственные принципы, которые были потеряны в 90-х годах. В 90-х, когда попытка, вот это еще раз, либеральность западной элиты навалить нам не только свои экономические принципы, то есть моральные ценности свои передать. То есть индивидуум должен быть первый, убрать коллективизм, убрать наши технологии прекрасные из образования. А это потому, что потом индивидууму проще развалиться? Конечно, конечно. Разделить, разделить. Вот с помощью электроники, с помощью технических средств человек уходит сам в себя. Он предстает общаться. А единицы всегда легче управлять. То есть эта система управления, она была испытана, это попытка испытать и на России в том числе. Но, слава богу, она не прошла. Слава богу, она разбилась об российском инвалиде. Да, да, да. И мы начинаем разворачиваться в сторону нравственности, в сторону морали, потому что очень глубокие основы лежат. Но духовность все-таки, религия. Да, да, да. Поэтому в этом плане я бы хотел отметить, наверное, действия нового министра образования Васильева. Мне просто радуют эти шаги, которые происходят сегодня в школе, когда идет разворот именно к ученику. Ведь вспомните, в 90-х годах нам пытались внушить, что знания в школе должны преподаваться как товар. То есть ученик пришел, ему выдали определенный объем информации, усвоил, не усвоил, никого не волнует. Все. Государство за это заплатило. И потихонечку планировали перевести это на оплатную основу для родителей. То есть хотите больше, платите. Да, да, да. Потому что у нас даже в Конституции не записано бесплатное среднее образование. То есть у нас есть основное, это 9 классов, ПТУ техникумы, а среднего образования бесплатного нет. То есть изменить это можно с помощью закона в любой момент. И к этому готовились. Готовились, но опять я говорю, слава Богу, что произошли определенные изменения глобальные и в мировой политике. И они коснутся, в принципе, и у нас. То есть вот эти изменения элит американских, российских в перспективе и, наконец-то, европейских. Старушка Европа как бы тряхнет своими костями. И придут, наконец-то, люди, которые повернутся лицом к России, повернутся и другие ценности. И вот я бы еще раз хотел вернуться к Васильевой. Очень прекрасная инициатива убрать с преподавателя бумажную работу. То есть наши педагоги, сколько раз мы не приезжали в школу, я приезжал, они все жалуются. Мы заполняем столько формуляров, отчетностей. И все это надо писать. Никакой автоматизации нет. Ничего нет. Васильева сказал, все, мы максимально уберем. У вас есть журнал, у вас есть дневник. И еще там какой-то третий документ. Сейчас не могу вспомнить. Все, больше с вас никто ничего не будет требовать. Это на ура сейчас воспринимается нашим педагогическим коллективом. Это просто прекрасная инициатива. Потом ЕГЭ. Наконец-то мы вернулись к ЕГЭ. О чем ЛДПР уже последние 5-7 лет говорит непрестранно. Что отменяйте этот тест. Это натаскивание учеников, как собак простых. То есть собаку натаскивают, хватать человека, который перелез через забор. Хватать палку, хватать еще что-то. То же самое происходило с учениками. Натаскивание. А у Васильева есть поворот к личности, наконец-то. То есть мы должны воспитать личность. Мы должны научить ребенка учиться. Я приведу простой пример на своем ребенке. Он пошел сегодня в первый класс. В этом году. В этом году, да. Но ему не нравится учиться. Просто он говорит, папа, я не хочу, потому что он читать умеет. Считать умеет. Практически там многие знания по... То есть он заскучал. Конечно. То есть ему скучно и грустно. Я себя вспоминаю в 9-10 классе, когда если педагог и программа такие не очень преподаются энергично, эффективно, то есть ребенок тут же начинает отключаться. Я отключался. Весна, солнце, в окно старшая класса уже другие мысли совершенно. Там гормоны играет и все остальное. Поэтому в этом плане все программы должны быть настроены не только на ученика, но и на воспитание в нем личности. И возможности взять какие-то технологические моменты. То есть сегодня энциклопедические знания и статистические знания, они уже не настолько ценны. То есть можно взять любой электронный гаджет и найти любую информацию. Это очень быстро. А тогда кто мы без этих гаджетов? Вот убери у нас телефон, планшет, кто мы? Совершенно верно. Когда люди погружаются вот в это виртуальное пространство, они теряют сами себя в первую очередь. Теряют своих друзей, теряют близких, знакомых. Но теряют в пустоте информации. Ведь вы понимаете, когда человек потребляет информацию правильную, в достаточном объеме, он продолжает развиваться. То есть компьютер может как помочь в развитии, так и это развитие остановить и наоборот уйти в сторону деградации. И Васильева говорит о том, что от компьютеров надо детей немножечко убирать. Это ее задача. И правильно, компания Apple, Стив Джобс, он же до 14 лет, до 12 лет своим детям не давал свой продукт, который он проводил. Но в то же время там можно проводить определенные опыты. Вот мои друзья там сделали учебник такой небольшой, где очень понятно некие световые явления. Это для детей образовательные, да? Да, да. То есть и он очень легкий. Он не тяжелый. Его положил в ранец там или в любой портфель. И практически у тебя все учебники могут быть с собой. Мы также вот в партии идем по такому же пути. Вот сейчас издали электронный журнал «За русский народ». Здесь мы можем не только, скажем так, полистать, почитать материал. Но вот здесь включить ЛДПРТ и в прямом эфире. Вот если мы сейчас включим, мы с вами увидим себя. Несколько инструментов работают. Да, совершенно верно. Здесь есть не просто, еще раз, информационные материалы, но и записи определенные, записи, да? Видео, выступления и так далее. То есть вот это детям уже интересно. Наверняка есть обратная связь, можно пообщаться. Конечно, конечно. И вот технологии, которые позволяют в беспроводном пространстве, без внешних источников связи объединить 30 вот таких iPad'ов и дать, возможность каждому ученику дать индивидуальное задание, это говорит о том, что плюс техника может принести. И вот такие технологии надо внедрять. Это же все сделали здесь, в России. И я уверен, что массу программного обеспечения, которое необходимо было для компании Apple, и для других Microsoft, и других структур западных, написали русские программисты. Они сейчас самые эффективные и самые продуктивные. Почему Пентагон боится, НАТО боится? Только русских боятся, да? У них чуть чего какой сбой, там опять русские программисты, опять Россия виновата, опять мы сделали несанкционерный взлом и так далее. Поэтому вот именно изменения в сфере образования, начальных классов, дошкольного образования, в перспективе вузовского образования, она приведет к формированию некого другого, конечно, общества. То есть тенденция вас радует? Очень радует. Особенно то, что происходит сегодня в Минобрии. Мы впервые за 20 лет повернулись лицом к ученику. И все-таки, как вы думаете, отменят ЕГЭ или нет? Это всех беспокоит, тем более весна на носу. Я думаю, что да. Вот. Прямое заявление Васильевой 24 августа. Я буду делать все возможное, чтобы в неурочное время так проводить с детьми. И, значит, чтобы это воспитание пошло на развитие человека, а не на натаскивание к ЕГЭ. То есть есть желание отодвинуть ЕГЭ с первых мест оценки знаний учеников. Это значит постепенный отход, отход, отход. И, может быть, совсем отмена. Ведь впервые мы, наконец-то, обратились к культуре речи. То есть устные экзамены, сдача устных экзаменов, культура речи – это то, что давали нашим поэтам Пушкину. Да, дети уже не имеют рассуждать логически. Они не могут свою точку зрения выразить и так далее. А к письменным экзаменам – то есть все это большой плюс. Я надеюсь, что это отразится положительно и на Вологодской моей земле. Но Вы же проконтролируете этот процесс? Обязательно. Благодарю Вас за эфир. Увидимся с Вами на съезде. Мы будем обязательно освещать это мероприятие. Благодарю Вас еще раз. Это была программа «Молния». Мы были в прямом эфире. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...